книга открытым оком том 18 тема вера вопрос 3190 отношение к декларации митрополита сергия ставит почти главной причиной препятствующей полному объединению зарубежной церкви с патриаршей нельзя ли подробно разобрать эту декларацию хотя конечно мы не можем войти в ту атмосферу когда она писалась но что ощущали те кто был с нею не согласен отвечает игнатий тихонович лапкин эту декларацию же не по смыслу только а по буквам разобрали сотни раз но я еще ни разу не прочитал нигде о том чем была бы вызвана в действительности причина возникновения этой декларации то есть что было в глубине ее что породило ее и почему она так живучи и почему сегодняшние говори патриархии так вцепились нее и можно ли найти больное место этой декларации и возненавидеть ее как должен ненавидеть грех ответ же в том что если бы в россию привезли евангельское христианство апостольское тогда бы библия и проповедь благовестия распятым и воскресшим иисусе стояли бы на первом месте но так как жили под кадильным дымом и монашество было оригиналом тем чем греки нас наградили то и было столь тупо и глупо все и полетела вверх тормашками даже без особых усилий если бы противники декларации осознали это и заботились не о мощах не о патриаршестве не о храмах и литургии а о благовестии как первые христиане то тогда и сама декларация вообще никакого значения не имела бы если душа искренно верит в жертву иисуса идет по заповедям дарованным богом творцом и еговой то что значит тогда и старички в клобучках эти сергии тихона кирилла и другие разные они были бы просто братья наши и мы молились бы о них и не искали того о чем нет ни слова в библии деклара лучше всего разбирали те кто жил при ее возникновении кавычки открыты 6 августа по старому стилю этого года 1927 в жизни русской церкви совершилось большое событие заместитель патриаршего местоблюстителя митрополит сергий вместе с так называемым кавычках временным патриаршем синодом опубликовал в кавычках обращение ко всем чадам русской церкви за последние 10 лет не было документа который бы рассчитывал иметь такое значение в церковной жизни на какое претендует сие обращение в кавычках при первом знакомстве с этим документом возникает мысль сопоставить его с обращениями к народу ныне покойного патриарха тихона однако эти последние не претендовали на то значение на которое претендует обращение надо сказать что послание патриарха хотя и были обращены к народу но всегда носили личный характер в их святейший в них святейший говорил о своих ошибках о своих взглядах о своих намерениях он один нес ответственность за свои слова не предполагалось что кто-нибудь другой будет вынужден этими актами к составлению подобных же актов каким-либо действием совсем иначе обстоит дело с декларацией митрополита сергия как видно из нее она неразрывно связана с так называемой легализации в кавычках она является только первым актом сделано в центре которым неизбежно должны последовать соответствие соответственно действия на местах во всех уголках русской церкви кавычки открыты мы надеемся говорится в декларации что легализация постепенно распространиться и на низшие наше церковное управление епархиальное уездное и так далее кавычки закрыты итак митрополит сергий начал со своими помощниками дело которое должно вызвать активность всех клеточек церковного организма он легализовался конечно на условиях издания своей декларации 40 необходимостью отсюда следует вывод все клеточки церковного организма если только они хотят быть в единстве с центральным органом церковной власти должны тоже легализоваться и конечно на тех же условиях значит своим деянием митрополит сергий принимает на себя обязательства за всех членов русской церкви ставит нас необходимость не только прослушать его послание как слушали мы прежде послание патриарха но он вынуждает нас или решительно встать на тот путь которым идет он сам путь легализации и декларации или же встать на путь разделения с ним со всеми вытекающими отсюда церковными и политическими последствиями вот какой возможность какое значение имеет декларация когда мы видим перед собой документ принимающий на себя обязательства за целую организацию первый вопрос возникающий в нашем сознании это вопрос о том уполномочены ли нравственно юридические лица подписавший документ говорить от имени всей организации при нормальных условиях русскую поместную церковь возглавляет патриарх однако по смыслу церковных законоположения о патриаршестве установленных московским собором 1918 года и патриарх не является единодержавным правителем церкви и полномочным выразителем ее голоса он действует в неразрывном союзе с выбранными собором органами священным синодом и высшим церковным советом по существеннейшим же вопросам он может принимать решение только совместно с собором ясно словом что патриарх обязан решать важнейшие вопросы церковной жизни считаясь с общецерковным мнением а прежде всего со всем епископатом русской церкви так обстояло бы дело если бы во главе русской церкви стоял всенародно выбранный патриарх но кто такой митрополит сергий митрополит сергий заместитель вместо блюстителя патриарха который хотя и отделен от нас тысячами верст и стеной своего заточения однако благодарение богу еще жив является ответственным за русскую церковь перед богом святителем и поминается во всех храмах русской церкви говорят еще недавно полушутя митрополит сергий говорил о себе что он только сторож в кавычках в русской церкви принадлежат ли эти слова митрополиту сергий или нет но они хорошо характеризуют то положение которое ему по праву должно принадлежать в церковном строительстве раз вместо блюститель жив то естественно его заместитель не может без соглашения с ним предпринимать никаких существенных решений а должен только охранять и поддерживать существующий церковный порядок от всяких опасных опытов и уклонений от твердо намеченного пути митрополит сергий в кавычках сторож русской церкви не имеет права без санкции митрополита петра и сонма русских иерархов и находящихся на свободе и разбросанных по местам ссылок декларировать и предпринимать ответственные решения которые должны в дальнейшем определить жизнь церковного организма в каждой его клеточке наличие при митрополите сергия так называемого временного седон синода не изменяет положение синод митрополита сергия организован совершенно не так как предполагает постановление московского собора 1918 года он не избран не избран соборно не уполномочен епископами и потому не может считаться представителем епископата при митрополите сергия он составлен самим митрополитом и является собственно говоря как бы его личной канцелярией частным совещанием при нем кстати сказать ведь даже самая конституция синода приписывает ему исключительно личный характер с прекращением почему-либо полномочий митрополита сергия автоматически падают и полномочий синода все это говорит за то что поскольку заместитель местоблюстителя декларирует от лица всей церкви и предпринимает ответственнейшие решения без согласия местоблюстителя и сонма епископов он явно выходит из пределов своих полномочий переговоры с митрополитом петром и со всем русским епископатом несомненно должны были быть выдвинуты митрополитом сергием как предварительное условие возможности для него всяких ответственных выступлений но дело обстоит еще хуже митрополит сергий действует не только без согласия епископата но и вопреки его воле кто в курсе трагической русской церковной жизни последних лет и кто внимательно вчитается в текст декларации тот конечно увидит что тема о которой говорит декларация вовсе не новая перед нами в кавычках пресловутые вопросы по поводу которых в течение последних лет предлагали высказываться представители власти ответственным руководителям церковной жизни и рядовым работникам на ниве церковной как единолично так и коллективно это четыре вопроса об отношении к советской власти об отношении к заграничному духовенству главное об отношении к ссыльным и нелегальным в кавычках епископам и наконец вопрос о форме церковного высшего управления в связи с автокефалией они именно и трактуются в декларации множество епископов а также и других церковных деятелей определенно высказывались по поводу этих вопросов и вовсе не в духе декларации митрополита Сергия митрополит Сергий не может не знать об этом перед его глазами декларация словецких узников которую можно считать наиболее полным и обоснованным выражением тех точек зрения на которых стоит епископат и лучшая часть духовенства русской церкви правда отдельными группами духовенства в отдельных епаркиях делались попытки издания декларации приближающихся по духу к тому что мы видим в обращении в кавычках но эти попытки вызывали всегда наружное негодование и в среди епископата и в среди влиятельнейшего духовенства они считались равносильными переходу в обновленчество и быстро ликвидировались с позором для тех кто их предпринимал митрополит Сергий не может следовательно ссылаться на незнание воли епископата на то что трудно услышать его голос нет голос этот звучал неоднократно и громко и кто не считается с ним тот делает это конечно не потому что не знает а потому что не хочет митрополит Сергий не хочет считаться с убеждениями своих собратьев епископов томящихся за эти убеждения в тяжелых изгнаниях декларация говорит о самых больных и самых страшных вопросах нашего церковного бытия откуда тот ужас тот кошмар в котором мы изнемогаем вот уже столько лет где причина того что церковь официально признанная законодательством имеющие право на свободное существование находится в положении совершенного бесправия в состоянии нелегальности в кавычках кто виноват в том что наши святители умирает в холоде тундр и в сыпучих песках пустынь лучшие представители духовенства большее время проводят в тюрьме чем у себя дома наши обители уничтожаются останки святых оскорбляются и мы не имеем возможности совершить молитвословие так как наши храмы переданы отступникам где причина этого декларация дает на это определенный ответ митрополит говорит о принятой им на себя трудной задачи поставить церковь на путь легального существования и по его словам мешать осуществлению этой задачи может лишь то что мешало и в первые годы советской власти устроению церковной жизни на началах лояльности и это недостаточное сознание всей серьезности совершившегося в нашей стране кавычки закрыты кавычки открыты настроение известных церковных кругов читаем и дальше выражавшиеся конечно и в словах и в делах и навлекавшие подозрения советской власти тормозило и усилий святейшего патриарха установить мирное отношение церкви с советским правительством кавычки закрыты всюду декларация противопоставляет это нелояльное прошлое лояльному будущему которое будет выражено в делах так вот истинная причина наших неописуемых церковных бедствий она в нас самих в нашей нелояльности это причина единственная которую подчеркивает митрополит Сергий но указание митрополита Сергия не ново мы не раз слышали его и от представителей власти и от наших церковных врагов обновленцев всех видов которые обвиняли нас в нелояльности и преступности но мы называли это это обвинение клеветой мы говорили что оно не может быть подтверждено фактами мы указали на то что за все годы среди фигурировавших на судах политических преступников против советской власти не было видно представителей духовенства мы обращали внимание на то что за все годы все нарушения закона об отделении церкви от государства все отобрания храмов все кощунственные осквернения святынь все оскорбления и глумления духовенство встречало гробовое молчание где в кавычках слова и дела наши где наше реальное преступление так говорили мы нашим обвинителям но что скажем мы когда управляющий нами святитель сам произносит нам страшный приговор сам говорит о словах и действиях в кавычках не ставит ли эти слова черный крест над всеми невыразимыми страданиями пережитыми церквью за последние годы над всей ее героической борьбой за самосохранение не объявляет ли он весь подвиг церкви преступлением и как прочитают эти слова те кто изнемогает теперь в далеком изгнании что почувствуют они увидев обвинителя в лице своего ответственнейшего собрата и не сорвется ли страшное слово клевета в кавычках у них в ответ ему не покажется ли им что даже покой усопших тревожит этот приговор подписавших декларацию епископов в своей декларации митрополит Сергий говорит не только о прошлом но также о настоящем и будущем не только о том что было но и о том что должно быть нелояльности прошлого противопоставляет он лояльность настоящего и будущего по его словам теперь ракса наша патриархия решительно и бесповоротно становится на путь рояльности ракса вdzie нужно на словах а летние открыты что мы можем это titят верными гражданами советского союза лояльными к советской власти ракса но каково же должно быть это дело п vida указание на inner счет декларация и противоречивы. С одной стороны, декларация как будто бы требует того, на что духовенство и церковные люди с чистой совестью соглашались в течение всех этих лет, полной аполитичности, решительного отграничения храмовой и церковной жизни от политической работы и политических симпатий. Говоря о людях, настроенных политически и оппозиционно к существующему порядку, митрополит предлагает им, оставив свои политические симпатии дома, приносить в церковь только веру и работать с нами только во имя веры. Такое требование, которое представляется по существу законным, тем не менее оказывается односторонним, потому что оно обращается не ко всем вообще членам православной церкви, а только к людям определенных политических настроений. Но этого мало. Наряду с требованием отказа от одних политических настроений, декларация определенно предлагает нам запастись другими. Наш долг оказывается не только в том, чтобы отказаться от оппозиционных настроений к власти во время нашей церковной работы. Наш долг в том, чтобы обнаружить солидарность с этой властью. Кавычки закрыты. Кавычки открыты. Мы должны, говорит декларация, показать, что мы с нашим правительством. Кавычки закрыты. Испытывать определенные политические настроения. Наш долг. Кавычки открыты. Мы должны сознавать Советский Союз нашей гражданской Родины. Радости и успехи, которые наши радости. А неудачи наши неудачи. Всякий удар, направленный в Союз, будь то война, бойкот, какое-нибудь общественное бедствие или просто убийство из-за угла, подобное Варшавскому, сознается нами, как удар, направленный в нас. Кавычки закрыты. Здесь декларация вводит нас в водоворот определенных политических оценок. Только и здесь наблюдается робкая недоговоренность. Все должно иметь определенную логику. Политика так политика. Отождествление себя с правительственным аппаратом с логической неизбежностью должно быть доведено до конца. Раз в вопросах внешней политики, в скобках, из области которой берет митрополит свои примеры, мы должны занять определенную позицию, то не та ли же позиция, не то ли же отождествление себя с властью, в скобках, показать, что мы с нашим правительством. Обязательны для нас и в вопросах политики внутренней. Не становится ли таким образом, в скобках сторж русской церкви, сторжем советского аппарата и не превращается ли сон служителей церкви в послушную и безответную армию явных и тайных сотрудников власти? И как тогда должны будут реагировать церковные люди на такие факты внутренней советской политики, как поругание святынь, отобрание храмов, разрушение обителей? Об этом ничего не говорит митрополит Сергий со своими собратьями. Он настроен чрезвычайно оптимистически по отношению к переживаемому моменту. По поводу предполагающейся легализации он предлагает выразить «всенародно нашу благодарность советскому правительству за такое внимание к нуждам православного населения». В чем же «внимание» правительства и за что ему наша благодарность? Пока мы знаем один факт, митрополит Сергий и члены Синода имеют возможность заседать в Москве и составлять декларацию. Они в Москве, но первозасвятитель Русской Православной Церкви митрополит Петр вот уже не первый год без суда обречен на страшное и томительное заключение. Они в Москве, но митрополит Кирилл, потерявший счет годам своего изгнания, на которое он был обречен без суда, находится ныне, если он еще жив, на много сотверст за пределами полярного круга. Митрополит Арсений, поименованный среди членов Синода, не может приехать в Москву и в пустынях Туркестана, по его словам, готовится к вечному покою. И многочисленный сон русских святителей совершает свой страдальческий путь между жизнью и смертью в условиях невероятного ужаса. За что благодарить? За эти несчастливые страдания последних лет? За храмы, попираемые отступниками? За то, что погасла лампада преподобного Сергия? За то, что драгоценные для миллионов верующих останки преподобного Серафима, а еще раньше останки святителей Феодосия, Митрофона, Тихона и Иосифа подверглись неимоверному кощунству? За то, что замолчали колокола Кремля и закрылась дорога к московским святителям? За то, что печорские угодники и лавры печорская в руках у нечестивых? За то, что северная наша обитель Славки стала местом непрекращающихся страданий? За эти мучения, за кровь митрополита Вениамина и других убиенных святителей? За что? Однако важно одно нужно знать, верит ли митрополит Сергий? Верят ли все те, кто с ним тому, что они говорят и пишут? Еще недавно он говорил и писал совсем иначе. Еще в прошлом 1926 году он разослал всем пастырем и чадам церкви проект декларации, совсем иной, где политическая лояльность декларировалась рядом с определенной подчеркнутой противоположностью основных принципов мировоззрения. Когда же был искренен митрополит Сергий? Что случилось за этот год? И почему изменились тон и содержание его обращений? Вступительная статья, предваряющая в «известиях» декларацию говорит о вынужденном перекрашивании «долго упорствовавших тихоновцев» в «советские цвета». Она противополагает им дальновидную часть духовенства, еще в 1922 году вступившая на этот путь, то есть обновленцев и живоцерковников. Статья эта таким образом определенно считает путь митрополита Сергия протаренной дорогой обновленчества. Для нас же важен один вопрос – мог ли бы митрополит Сергий перед крестом и его ангелем присягнуть, что то, что он пишет в декларации, включительно до «благодарности» есть действительно голос его убеждений, свидетельство его неустрашенной и чистой пастырской совести? Мы убеждены и утверждаем, что митрополит Сергий и его собратья не могли бы сделать этого без клятва преступления. А может ли кто-нибудь от лица церкви, с высоты церковного амвона, возвещать то, в чем он не мог бы присягнуть, как совершенный истине? Великий русский писатель Достоевский говорил когда-то об иноках русских, «Образ Христов хранят пока в уединении своем благолепно и неискаженно, в чистоте правде Божией от древнейших отцов, апостолов и мучеников, и когда надо будет, явит его по колебавшейся правде мира. Сия мысль великая, от востока звезда сиява сияет» Правда мира поколебалась, ложь стала законом и основанием человеческой жизни. Слово человеческое утратило всякую связь с истиной, с предвечным словом, потеряло всякое право на доверие и уважение. Люди потеряли веру друг в друга и потонули в океане неискренности, лицемерии и фальши. Но среди этой стихии всеобщего растления, огражденная скалой мученчества и исповедничества, стояла церковь, как столб и утверждение истины. И залгавшиеся и стомившиеся в своей лжи люди знали, что есть место, куда не могут захлестнуть мутные волны неправды, есть престол, на котором сама истина утверждает свое царство, и где слова звучат не как фальшивая, не имеющая ценности медяшка, но как чистое золото. Не от того ли потянулось к церкви за последние годы столько охваченных трепетом веры сердец, которые до этого были отделены от нее долгими годами равнодушия и неверия? Что же скажут они, что они почувствуют, когда и откуда с высоты последнего прибежища, отвергнутой миром правды, с высоты амбона, зазвучат слова лицемерия, человекотничества и клеветы? Не покажется ли им, что ложь торжествует в свою конечную победу над миром? И что там, где мерцал для них светом, невечерним образ воплощенной истины, смеется в отвратительной гримасе личина отца лжи? Одно из двух? Или действительно церковь непорочная и чистая невеста Христова? Есть царство истины, и тогда истина – это воздух, без которого мы не можем дышать? Или же она, как и весь лежащий возле мир, живет во лжи и ложью? И тогда все – ложь. Ложь каждое слово, каждое молитва, каждое таинство. Кабинетными мечтателями называет митрополит Сергий тех, кто не хочет строить церковного дела по непосредственной указке ненавидящих всем сердцем веру людей, потому что ведь иначе нельзя понимать его неудобо в разумительные слова, в кавычках «закрывшись от власти». Нет, мы не мечтатели, не на мечте, а на непоколебимом камне, воплощенной истины, в дыхании божественной свободы, хотим мы создать твердыню церкви. Мы не мечтатели, вместе с тем мы и не бунтовщики. Совершенно искренне мы отмеживаемся от всякого политиканства и до конца честно можем декларировать свою лояльность, но мы не думаем, что лояльность непременно предполагает клевету и ложь. Мы считаем, напротив, что политическая лояльность есть тоже прежде всего добросовестность и честность. Вот эту честную, построенную на политичности лояльность можем мы предложить правительству и думаем, что она должна расцениваться дороже, чем явные похожие на издевательства лицемерия. И кажется нам, что не мы, а митрополит Сергий, и же с ним пленены страшной мечтой, что можно строить церковь на человекугодничестве и неправде. Мы же утверждаем, что ложь рождает только ложь, и не может она быть фундаментом церкви. У нас перед глазами позорный путь церкви «лукавнущих» обновленчества, и этот же позор постепенного погружения в засасывающие болота, все более страшных компромиссов и отступничества, этот ужас полного нравственного растления неизбежно ждет церковное общество, если оно пойдет по пути намеченному деяниями Сунода. Нам кажется, что митрополит Сергий поколебался в уверенности во всемогущество всеопределевающей истины, во всемогущество Божие в роковой миг, когда он подписывал декларацию. И это колебание, как страшный толчок, передастся телу церкви и заставит его содрогнуться. Ни одно человеческое сердце, услыхав слова декларации в стенах храма, дрогнет своей вере и своей любви, и, может быть, раненая в самой сокровенной святыне, оторвется от обманувшей его церкви и останется за стенами храма. И не только в сердце интеллигенция вызовет декларацию мучительный соблазн. Тысячеустная молва пронесет страшное слово в самые толщи народа, новые раны поразит многострадальную душу народную, и во все концы земли пойдет слух о том, что царство Христа стало царством зверя. Неисчислимы эти бесконечно тягостные внутренние последствия декларации этой продажи о первородстве истины за чечевичную похлебку лживых и неосуществимых благ. Но кроме этих внутренних последствий, конечно, будет иметь она и другие последствия, более очевидные и осызаемые. Уже несутся из отдаленнейших ссылок голоса протеста, голоса скорби и негодования. К этим голосам присоединится все наиболее стойкое и непоколебимое в церковных недрах. Немало найдется тех, для кого лучше умереть в истине, чем жить во лжи, тех, кто не переменит своего знамени. Над церквью навис грозный призрак нового раскола. С одной стороны, будут они, в кавычках, не уставшие от своих изгнаний, тюрем и ссылок, обреченные на новые, еще более страшные испытания. К ним присоединится все наиболее стойкое и непоколебимое в церковных недрах. А с другой стороны, станут полчища, в кавычках, уставших от постоянного колебания и переходов, покаяний, в кавычках, непрекращающейся неустойчивости. Они, эти не уставшие, в кавычках, будут, вероятно, в меньшинстве среди духовенства. Но ведь церковная истина не всегда там, где большинство. И не всегда она там, где адмистративный церковный аппарат. Об этом свидетельствует история великих святых Афанасия и Иоанна Златоуста и Феодора Студита, но к ним прильнет и падет за ними ищущие правды душа народа, а большинство – духовенства. Жалко будет судьба его, оторванная от живого общения со всем подлинно творческим, непоколебимым в церкви, тщетно стараясь заглушить голоса обличений, несущиеся из глубины ссылок и тюрем, закрывая глаза, чтобы отвратить от себя грозящий призрак страдания исповедников. Будут они эти «уставшие» лепетать заплетающимися языками слова оправданий и нанизывать дрожащими руками на цепи лжи и компромиссов все новые и новые звенья, таптавая в грязь честь белоснежной ризы Христовой. Там впереди маячат новые призраки, повторение легализации на местах, отрешение от кафедр епископов-исповедников, незаконные и недопустимые епархиальные съезды бессильных епископов и незаконный собор без первосвятителя и других изгнанников и позорное примирение с обновленцами, о котором уже говорят в кавычках легализовавшиеся епископы и, наконец, отказ от патриаршества. Ведь декларация определенно ставит патриаршество под вопрос, говоря о задачах будущего собора, она указывает не выборы патриарха, а в кавычках избрание высшего церковного управления. Какой жалко и недостойное существование! Воистину лучше умереть, чем так жить! Там, в обителях небесных, плачут о нашей земле святители русские, стоятели за церковь прошлых веков и мученики и исповедники недавнего прошлого. Там, в преисподней темной силы ада, готовятся торжествовать новую и решительную победу. Черная туча нависла над церквью. Остановитесь же, пока еще не поздно. Остановитесь же, пока еще не до конца поздно. Остановитесь же, хотя бы ценой жертвы, своим положением и благополучием. Господи, сжалься на Твою церковь, ведь она все же Твоя невеста, епископ Дамаскин. Деяние 4.29. «И ныне, Господи, возри на угрозах, и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить слово Твое». Деяние 8.4. «Между тем рассеявшиеся ходили и благоствовали слово». Филиппийцам 1.14. «И большая часть из братьев Господи, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью, безбоязненно проповедовать слово Божие». 2 Тимофея 2.9. «За которой я страдаю даже до уз, как злодей, но для слова Божия нет уз». Лука 21.6. «Придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне, все будет разрушено». Иоанна 21.22. «Что тебе до того? Ты иди за мною». Но если бы все взвесит на весах, что слушали от самого рождения, чьи нравились и липли голоса, пусть шепотки на ухо или в пене, все-все слова, что сотрясали воздух и отложили нечто в нашем сердце. Задумаемся все, но будет слишком поздно, из чьих источников спешили страстно черпать. А слово, сказанное кем-то в нас вошло, печатное эфирное с подсластьем, нас проглотило, словно кашалот, что стоило нам слуху не поддаться. Тогда бы и ночи кустилось, колосилось, иные зерна из тугих колосьев, ни сорняки их ни в еду носилось, все анекдоты на иную плоскость. И ахнули бы, видя результат, не нужного, срамного гора Эвересты, а доброго, святого, на пятак, слова несут и славу, и бесчестие. Попробуйте, пусть мысленно изъять библейские слова и изречения. Из нашей речи, что огнем грозят, слова евангельские Божьим страхом лечат. И наша речь страшнее бессловесия, под нимбом фиолетовых темок. Окажется, что нечего и взвесить, настолько наш язык пустой, хотя и емок. Вначале было слово, Божий Сын, речами усладивший и сексотов. Его слова облекут в святую синь, и слаще меда и капели сота. Как коромыслом на молитве мысли, развесят речи чьи-то и слова. Обеззараженные свыше, не прокисли, на них стада придут, и нам их напоить. 19.08.2006 год. Игнатий Тихонович Лапкин.